Итак, значит, «Путь праведников», книга называется «Архот садитим», и мы продолжаем изучать про гнев, значит, как избавиться от гнева, которое является очень плохим качеством для человека, и об этом говорил много и царь Соломон, и в Талмуде много говорится, в общем, мы дальше изучаем. «Благодаря великому смирению Елеля, был такой мудрец Елель, его никто не мог никогда рассердить, потому что тот, кто не позволяет себе гневаться, приобретает качество смирения и милосердия, а от гнева прористекает качество жестокости». Значит, про Елеля есть очень известная история, он был глава мудрецов на Си, да, он был князь, князь в еврейском народе, но он был при этом очень скромный, и он был очень, ну, то есть, человек, он же в чем живет человек, да, он живет в своих мыслях. И вот царь Давид, он все время молился, чтобы быть в доме Бога, лехазот беноамашем, наблюдать за милостью Бога, за приятностью Бога, и левакер бейхало, ходить по его дворцам. То есть, неважно, какой пост занимает человек, он может стоять там на посту на перекрестке гаишником, или он может быть, как Елель, глава мудрецов, или он может быть просто, значит, просто стоять на кухне и готовить яблочный пирог. Ну, к примеру, неважно, где человек стоит, он все время находится в одном месте, в своих мыслях, и то, как он мыслит, его способ мышления, это является его домом, то есть, там, ты находишься там, говорил Рабин Ахман из Бреслова, где находятся твои мысли. Так пусть твои мысли находятся там, где ты хочешь быть, говорил Рабин Ахман, очень мудрая такая цитата направления. Теперь Елель, он был мудрецом, он был главой мудрецов Торы, всех, всего народа Израиля, как князь, но он был все время в мыслях в Торе, да, то есть, он все время видел во всем правление Всевышнего, он, знаете как, вот каждый человек смотрит на, на одни и те же вещи, но выделяет, у каждого интеллект выделяет то, что называется фигура, фон, да, в дистальтерапии, вот интеллект, он выделяет какой-то один аспект, это называется фигура, да, Афон, все остальное фон, я вот, я вам вчера, по-моему, я искал, вот, вот кофе, я ищу сахар, вот он стоит сахар, а я не вижу, то есть, он вот, прям вот тут стоял, я обошел вот так всю кухню в поисках сахара, думаю, ну куда мог деться сахар, да, сахарница, ну не может быть, смотрю обратно, а он стоит, то есть, я не заметил, его прямо вот он был перед глазами, я думаю, у каждого такое бывало, то есть, мы выделяем из окружающего мира, выделяем какой-то маленький пазл, и в нем, в этом пазле находимся, все остальное фон, теперь Елель, он находился, и все праведники, с этого начинается шелка на рук, они все время находятся мыслями со Всевышним, то есть, они видят этот мир, как маска Вселенной, как проявление Всевышнего, и они находятся совершенно в другом квесте, чем другие люди, которые видят, каждый видит свое. Был такой мудрец Елель, он жил 2000 лет назад, про него рассказывают такую историю, что было два человека, и они поспорили как-то, сидели они, один другому говорит, говорит, ну не может быть, чтобы он никогда не выходил из себя, ну не бывает этих людей, второй говорит, ну я тебе говорю, он все время радостный и счастливый, он никогда не выходит из себя, второй говорит, давай поспорим с тобой, что я его сейчас выведу из себя, тот говорит, давай, значит, поспорили они на огромную сумму, 400 монет написано, ну, например, там, по сегодняшним деньгам, не знаю, опять же, для каждого огромная сумма это что-то свое, не написано, сколько это было, 400 монет написано, да, но в Торе часто 400, это показывает большое множество, значит, поспорили они, написано на 400 монет, что вот тот, который сказал, что Елель все равно разгневается, он его выведет из себя. Канун шаббата, вот наступает шаббат, с заходом солнца наступает шаббат, ничего делать нельзя, это такое время, когда ты на 25 часов до выхода звезды на следующий день, ты выпадаешь из любой производительной деятельности. И как раз вот это время, последнее время перед наступлением шаббата, оно самое обычное напряженное, то есть нужно все успеть подготовить, чтобы ты потом 25 часов пользовался плодами своей подготовки. И вот он где-то дожидается час до шаббата, и Елель, обычно последнее, что человек делает перед шаббатом, он готовит еду, убирает, там, все, ну, в общем, все готовит. Последнее, обычно, что люди делают, это идут перед шаббатом уже или в баню, как раньше было, или в баню, или в микву, окунаются перед шаббатом, или в душ, в душ, значит, и вот он дождался, когда Елель зайдет в ванну или в душ, что у него там дома было, это 2000 лет назад было, не знаю, как они вылезли. В общем, в Камуде написано, что он дождался, пока Елель зайдет в баню, в бане там написано, и громко стучит в дверь, в его двора, кричит срочно, срочно, мне нужен Елель по очень важному вопросу, срочно, срочно, важнейший вопрос. Ну, думают люди, может быть, какой-то реально важный вопрос, который нужно, прям немедленно нужно решение Равина по этому вопросу. Елель выходит из ванной, из бани, заходит этот человек и говорит, есть у меня очень важный вопрос для вас, прямо там каждое слово важно, значит, Елель ему говорит, слушаю тебя, сын мой, значит, что тебя так тревожит во мной? Он говорит, волнует меня вопрос, почему у монголов глаза узкие? Тот говорит, да, действительно, важный вопрос. Почему у монголов глаза узкие? Говорит, я думаю, у монголов глаза узкие, потому что у них там ветер в степях. Там не монголы, это какой-то другой народ, но с узкими глазами, я просто монголы, чтобы всем понятно было. Значит, и они из-за того, что ветер, они все время щурятся. Вот они щурятся, щурятся, и у них узкие глаза. Тот говорит, спасибо, все, теперь мне понятно. И уходит. Елель опять идет в баню, разделся в баню, все. Тут опять стук в двери, грохот, гром, срочно, 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 и дело. Срочно нужен Елель. Опять этот возвращается. Он опять оделся, выходит. Что опять случилось с сыном? Тот говорит, есть у меня важный вопрос, очень серьезный вопрос, который меня волнует. Тот говорит, какой? Он говорит, почему там у африканцев каких-то ступней широкие? Тот говорит, ну, вопрос серьезный. Почему у них ступни широкие? Говорит, наверное, у них ступни широкие, потому что они живут в болотистой местности, им нужны широкие ступни, чтобы не проваливаться в песок, там, в болото. Поэтому у них вот выработалось, они все время ходят, пальцы раскрывают, и у них так привыкли они к широкие ступни. Тот говорит, спасибо. Дождался, пока тот опять оденется и опять стучит третий раз, что-то такое, значит, тоже с каким-то глупым вопросом. В общем, Елель опять выходит, что тебе, мой сын? Да, важный вопрос, да, серьезно. В общем, тот ему говорит, да, чтобы не было больше таких, как ты в народе Израиля, я за тебя проиграл 400 монет и проспорил за тебя. А Елель ему говорит, даже если ты очень много проспоришь, все равно я не разгневаюсь. То есть, ну, все, что есть, есть, я принимаю то, что есть. Он был вот именно такой. Теперь дальше говорит автор этой книги. И это отлично, потому что, когда у человека пробуждается гнев, то он вокруг пробуждает себя тоже гнев. Дальше приводится такой совет, если ты хочешь с тем-то подружиться, выведи его из себя и посмотри, как он будет себя вести. Если признает справедливость в момент гнева, подружись с ним. А если не признает, оставь его. То есть, гнев, он у человека пробуждает, у него отключается мышление. Современная психология говорит, что у человека в момент гнева, у него отключается рациональное мышление, он тупеет. По-простому он становится тупой, зацикленный. Значит, теперь гнев приводит к ошибке. Эта книга написана тысячу лет назад, представьте. Вот прям, как в ней вся психология. Гнев приводит к ошибке. Кто более велик, чем Ашеробейну? Моисей, который был пророк, который с Богом общался, который знал всю Тору, который получил Тору. Кто был более великий, чем Ашеробейну? Но в Торе о нем мы читаем, что три раза написано, что он разгневался. И каждый раз гнев приводил его к ошибке. Тут дальше перечислены все эти три раза. Значит, я пропускаю это. Но фактом является то, что он, когда гневался, он забывал то, что Всевышний сказал. То есть, у него он совершал большие ошибки, когда гневался. И он говорит, пойми, если уж такое случилось с Машеробейну, с Моисеем, который был отцом мудрецов, так что же случается с глупцами, которые гневаются? И потому сказал царь Шломов в Экклезиасте, в Коэлите, он сказал так, не торопись гневаться. Седьмая глава, девятый отрывок. Не торопись гневаться. И весьма остерегайся повредить что-либо в гневе, потому что сказали мудрецы, кто в гневе рвет свою одежду, растидывая деньги, бьет посуду, да будет в твоих глазах равен идолопоклоннику. И в этом состоит ремесло злого начала, животного начала в человеке, которое человека через гнев, вот это животное начало, оно захватывает управление. То есть внутри у человека, и тут еще я такую вещь нашел, очень-очень интересная вещь, что Машеробейну в гневе сказал коленом Ревена и Гада, семя грешников. Как-то он их в гневе сказал на них что-то не очень хорошее, да? И гневался он во имя Всевышнего, хотя у него был праведный гнев во имя Всевышнего, и только у него были хорошие намерения, но его внук стал жрецом уидова. Значит, все свои поступки нужно соразмерять. И даже если у тебя причина, по которой ты гневаешься, правильная, то ты в гневе можешь совершить такие ошибки, что потом не рад будешь, зачем ты это сделал. Есть очень вот такое исследование, да, есть такой Джо Диспензе, это современный нейропсихолог, там он себя называет, нейрофизиолог, нейропсихолог. Он говорит, что человек, он связан своим сознанием, подсознанием, он это называет квантовая реальность множественных вариантов. То есть то, что религиозные люди называют Бог, то есть квантовая реальность, там где, ну как бы бесконечное множество вариантов, то есть творец. Другими словами, творчество это бесконечное множество вариантов. Творец это тот, кто создатель. Теперь Джо Диспензе называет это квантовое, квантовое, называют физика, квантовое пространство бесконечного множества вариантов. Теперь он говорит, что человек, каждый человек соединен с этим квантовым пространством бесконечного множества вариантов, по языку нашему это соединен с Творцом, мироздание с Богом, и в момент, когда человек что-то сильно хочет, то он может оттуда, может там создать как бы для себя тот вариант, который он сильно хочет, но от обратного, здесь есть важные нюансы, то есть говорит Джоди Спенза, и он это какими-то исследованиями там научно доказывает, что если человек просто что-то хочет, вот он говорит, я хочу машину, например, да, то это его желание, оно не влияет на это квантовое пространство, говорит Джоди Спенза, а вот если он говорит, я хочу машину, и вкладывает туда невероятную эмоциональную наполненность, то есть он по-настоящему сильно хочет, то есть у него прям есть страсть, он прям видит эту машину, его прямо он сильно хочет и визуализирует, то есть есть там формализация, что он хочет, и есть сильная наполненность эмоциональная, Джоди Спенза утверждает, что это оказывает прям конкретное влияние на это бесконечное пространство множественных вариантов, квантовая реальность, которая, из которой потом появляется вот это наш мир, и намерение, да, то есть он это называет намерение, но сильно наполненное эмоцией, вот энергии, да, намерение. Он говорит, что оно работает. Теперь от обратного. Человек в гневе, он очень наполнен эмоциями. Гнев это очень сильная эмоция. Если он в гневе, кому-то желает что-то плохое, если он в гневе, значит, там говорит какие-то плохие слова, то, значит, он, то есть его намерение в гневе, его энергия в гневе, она создает большие изменения в духовных мирах, в этом множественном пространстве вариантов, но не в его пользу, вообще не в его пользу. И потом оно превращается в болезни, там, то, с чего мы начали, что гнев, он разъедает плоть там, и человек начинает болеть и так далее. Теперь дальше он говорит следующую вещь, что человек, который гневливый, но сумел он победить свой гнев, о нем сказал царь Самон в притчах, 16 глава, 32 отрывок, что И тот, кто властвует над своим духом, он лучше, чем того, кто захватывает города. То есть человек, который научился, научился управлять своим гневом, научился не гневаться, Это высшая форма самообладания, самоуправления и так далее. Теперь, значит, входит Эра Хапаем, долготерпение, одно из 13 качеств Всевышнего, долготерпеливый. И сказал мудрец, увидишь рассудительность и красоту на том, чей гнев есть результат размышления, и увидишь глупость на том, чей гнев безрассуден. Значит, написано в Талмуде в трактате «Проход», что жизнь человека, который привык гневаться, она вообще не жизнь. То есть он все время ему плохо, он все время раздраженный, и он рушит свою жизнь. Почему? Он никогда не радуется. А поскольку он не радуется, он не принимает с любовью и радостью происходящее с ним, и не оправдывает суть Всевышнего. То есть тот, кто гневается, он все время как бы выступает против Всевышнего. Он не на людей гневается, ведь всю же реальность-то делает Бог, а он гневается именно на Всевышнего, получается. То есть он со Всевышним, он все время в конфликте. Это ужасно, невозможно так жить. И он, получается, не в состоянии служить Всевышнему с радостью. И даже если он выполняет заповеди, в этом причина неприятности многих людей. Вот я знаю много людей, которые начали соблюдать. Но они, значит, вот эти люди, которые начали соблюдать заповеди, у них жизнь не ладится. И они скрупулезно выполняют заповеди. Они учат кабалу там, их оседут. Они очень много всего делают, но они не постигли. Главное, суть Торы, это любовь ко Всевышнему. И пока у тебя в сердце нет вот этой вот прокладки любви ко Всевышнему, принятия Всевышнего, радости от Всевышнего, то, а есть наоборот, ты как бы производишь в себе причина, почему Всевышний еврейский народ отправил в изгнание, разрушил свой дом, второй храм, это была беспричинная ненависть друг к другу. Если мы вдумаемся, что такое беспричинная ненависть. То есть у человека внутри, в его сердце, в его мышлении, у него нет причины внутри настоящей, его никто не обидел, ему никто ничего не сказал. Если он производит внутри вот эту вот ненависть, то он разрушает полностью себя и свою связь со Всевышним. А если это массовое явление, тогда разрушается вся страна. И тогда Всевышний, пришли римляне, это уже было следствие, разрушили второй храм. Еврейский народ отправился в изгнание, исправлять этот грех. И сейчас, сейчас вроде бы, слава Богу, он исправлен, потому что опять Еврейский народ вернулся в Израиль. Значит, и вот эта вот беспричинная любовь, она сейчас тоже видна. Потому что вот сейчас, когда освободили заложников, радовался весь Израиль. То есть, это такая радость была, что просто невероятно. Четыре человека, которые, ну, казалось бы, да, ну, заложники, четыре человека, все. Такая радость была, рыдали, все плакали. Это называется беспричинная любовь. Нет причины, почему вот эта связь. Теперь, каждому человеку очень важно для себя понять, что ты не можешь получать из мира то, чего нет в тебе. Если человек хочет получать из мира любовь, получать благополучие, благословение, первым делом нужно это пробудить в себе. Поэтому, поэтому, значит, гнев самое вредное. Вот спрашивали, в чем вред гнева. Вред гнева в том, что человек, который гневается, он внутри себя пробуждает вот эту вот негативную энергию, которая потом приводит к нему соответствующие события, то есть притягивает к себе подобное. В этом вред от гнева. Теперь, откуда гнев берется? И вот тут как раз ответ очень... Смотрите, сейчас я вам расскажу. Хорошо. Значит, давайте дальше подряд. Когда человек постится или когда он в беде, в его сердце возникает гнев. В такие минуты нужно особенно остерегаться гнева. Теперь смотрите, что получается. Тысячу лет назад написана эта книга. Значит, сейчас ученые определили, что у человека есть мозг, как бы он состоит из трех этажей. Три составляющих. Рептильный мозг, инстинктивный мозг, мозг млекопитающего. И, значит, мозг млекопитающего и неокортекс. Это как человеческий мозг. Теперь гнев это реакция животная. То есть, почему это именно животная реакция? Потому что, когда есть опасность для жизни, нужно как можно быстрее спастись. То есть, как можно быстрее. И в этот момент отключается разум, потому что разум работает медленно. То есть, рационально. Так, что мне делать? Как мне поступить правильно? Это очень медленно. А в момент опасности для жизни нужно действовать быстро. Не вообще без всяких мыслей. Нужно, чтобы отпустить тело. И тело там... Знаете, есть известная история, когда одна бабушка на ее внука наехала машина, ну, покатилась назад. И эта бабушка подняла там машину две тонны. Да? То есть, когда есть опасность для жизни, важно, чтобы неокортекс в человеческий разум отключился и включился животный разум. Теперь, ну, отлично. Когда есть опасность для жизни, да. А когда тебе на ногу наступили в автобусе, то нет, не надо отключать разум. Потому что, если ты отключишь разум и забьешь этого человека, ты будешь сидеть 10 лет в тюрьме. Если вот этот вот рептильный мозг или мозг млекопитающего, он перехватывает управление и он перехватывает управление и отключает разум, то человек становится тупым. Он просто тупит. Он делает такие ошибки, которые, ну, никогда бы в жизни не сделал бы, если бы он был рационально мыслил. А что получается? Когда человек голодный, у него организм переходит на режим автоматом, да, переходит на режим нет еды. Понятно, что сейчас, чтобы покушать, ему нужно всего лишь там дойти до магазина. Но у нас же все эти системы, они с древности работают. А еще лет 200 назад не было магазина. Нельзя было вот так просто там где-то добыть себе еду. 2000 лет назад или 1000 лет назад, если нет еды, это значит наступил голод. Если наступил голод, то значит нужно переходить на режим энергообеспечения рептилии, которая может там замереть, может, ну и так далее. То есть получается, что когда человек голодный, всего лишь голодный, или когда он в беде, да, то есть какая-то беда, когда здесь написано в беде, раньше была реальная беда, то есть раньше беда была беда, там татаро-монголы, это сейчас война, например, да, страшная война, вообще не дай бог никому эту войну видеть. Но еще 200 лет назад было абсолютно в порядке вещей, или там 500 лет назад. Зайти в город, если захвачить и заходили в город, всех мужчин убивали, кого-то забирали в рабство, женщин там, ну, вообще с ними делали, что хотели, то есть не было никаких вообще, ну, как сказать, вот тех вот, сегодня мы живем в очень цивилизованном мире относительно того, что было тогда. Поэтому мозг, если любое, то, что он идентифицирует, как беда, сразу же включает у него вот эту вот реакцию гнева и отключает разум. А кому сегодня это надо, отключать разум? Никому, потому что на вот этом животном инстинкте, на гневе, ты далеко не уедешь, ни в чем. Поэтому умные люди, они прислушаются и отключат свой гнев. Как отключить гнев? Значит, когда ты голодный, когда беда какая-то, которую ты идентифицируешь как беда, то, естественно, возникает гнев, ты попадаешь в управление вот этого рептильного своего мозга. Гнев уничтожается молчанием, а также тихим голосом. Поэтому, когда человек видит, что гнев, пересиливает его, накрывает, пусть молчит или говорит тихо, и пусть не поднимает в гневе свой голос. Кто поднимает голос в момент гнева, он пробуждает и усиливает свой гнев. А тихий голос и молчание успокаивают гнев. А также не следует смотреть в лицо тому, кто гневается. Зеркальные нейроны. Как говорил царь Саамон, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, так сердце человека отражает сердце другого человека. То есть, если вы видите кого-то в гневе, он орет, то вы на автомате подключаетесь. То есть, тут мне подключиться очень тяжело. Поэтому, говорится, нельзя смотреть на того, кто гневается. Лучше с гневливыми не общаться. Потому что ты сразу разгневаешься и пошло, нашла коса на камень. Знаете, бывают такие слова за слово все и поехало. Поэтому, тихий голос, молчание и лучше уйти. И не смотреть в лицо тому, кто гневается. И знаешь, что венец человеческого разума, корона, венец это корона, это что? Это владеть своим гневом. Как сказано в притчах 19 глава 11 отрывок, разум человека делает его долготерпеливым. То есть, если ты разумный, то ты терпеливый. А где отключается разум, включается гнев. То есть, это как коммутатор. Или ты в эмоциях, или ты умный. Или ты эмоциональный, или ты умный. Поэтому, поэтому, да, каждый сам выбирает. Гнев, он близок к гордыне. Причина гнева, что ты не согласен, что ты считаешь, что тебе там мало, не додали, не дооценили, не до это, не до то. Это они очень блестей гордыни. Значит, поэтому, тот, кто удаляется от гнева, он вынужден удалиться от гордыни. То есть, он становится более принимающий волю других людей, волю Всевышнего, изменение ситуации. То есть, он понимает, что человек предполагает, Бог располагает. Значит, дальше, все, мы уже заканчиваем сегодня про гнев. Давайте, мудрецы сказали нам удаляться от гнева до такой степени, чтобы даже не почувствуя того, что может прогневать, удалиться настолько, чтобы совсем искоренить гневы своего сердца. Это добрый путь и путь праведников. Их обижают, а они не обижаются. Слышат, как их позорят, но не отвечают. Живут и творят по любви и радуются страдания. И о них сказано, и любящие Бога подобны Солнцу, когда оно восходит в своей мощи. То есть, это то, о чем говорил Стивен Кови, Стивен Кови, первый навык высокоэффективных людей про активность. Солнце, оно про активно, оно всем дает, но ни от кого ничего не получает. То же самое, праведник, он подключен только ко Всевышнему и не подключен к другим людям. Поэтому, если человек, он хочет быть радостным, веселым, и какой-то дурак его пытается вывести, то он не будет реактивно, вот как Елель, да, вот эта история, которую мы сегодня слушали, он не будет реактивно реагировать на того дурака, который хочет сейчас выиграть 400 там монет каких-то, и он теперь хочет проманипулировать Елелем и вывести его из себя. Елеле ему приятно зайти в шаббат веселым. И это высшая сила, это высшая мудрость не давать никому манипулировать собой и выводить из состояния вот этой вот радости, благодарности, счастья, любви ко Всевышнему и наполняться именно от Всевышнего. То есть солнце наполняется от Всевышнего и всем светит, праведник наполняется от Всевышнего и всем светит. Если попадаются по пути дураки, то надо их глотировать и значит жаловаться на них в Ютьюбе. Но если кто-то пишет плохие комментарии, я сразу жалуюсь на них. Глотирую и жалуюсь. И в жизни тоже, но если в жизни это близкие люди, то конечно мы не можем их глотировать и на них жаловаться. Нужно работать с собой, чтобы не обижаться и как Гилель, спокойненько давать им примеры, давать им примеры того, что действительно интересный вопрос, действительно я понимаю, что тебе что-то плохо. Давай вместе подумаем, как тебе помочь. Человек же, который, почему я сейчас очень сильно хочу развивать и в Аикра, мы вместе развиваем в Аикра, чтобы было миллион часов просмотра урока вторых год. Человек, почему он делает зло другим? Ему плохо. Ему очень плохо человеку. И когда человеку плохо, он пытается других зацепить. Но ему хорошо никто не может сделать, кроме его самого. То есть пока он не изменит свое мышление, пока он не наполнится благодарностью, пока он не выйдет из своих вот этих неправильных схем мышления, ему по-любому будет плохо. Он будет просто искать, кто виноват. Тут евреи виноваты, тут коммунисты виноваты, тут черные виноваты, тут белые виноваты, тут правительство виноваты, тут жена виновата, тут дети виноваты. То есть человеку плохо, а он ищет виноватых вокруг. И он же активно ищет виноватых, он же всем делает плохо. Понятно, да? Хорошо, друзья. Все. В общем, всем удачи, успехов, благодарности, любви ко Всевышнему, что Всевышний вам, когда вы заметите то добро, которое он делает, чтобы он давал еще больше добра. Но я думаю, что просто изменив свою точку зрения, перестав наблюдать полупустые стаканы и ложь и дегтя, а уже просто обратив внимание на то, что у вас уже есть, уже даже больше не захочется. Потому что людям всегда мало, потому что они не ценят то, что у них есть. Но когда ты начинаешь ценить то, что есть, тебе уже, ну, тебе не просто много, тебе сверх много. И ты живешь в кайфе в бочке меда и в полуполных стаканах. Желаю всем, чтобы жить, обратить внимание на свои полуполные стаканы и бочке меда. И если потом вам покажется, что вам нужно еще, чтобы Всевышний вам дал то, что вам нужно. И чтобы был шалом внутри, шалом в семье и шалом во всем мире. Все, всем удачи, успехов, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok